Продолжение следует... Я с вами отдельно поговорю. На самом деле партнеров, которые, как вы говорите, живые, их сильно больше. Поэтому меня удивляет, что они не заполняют анкеты. Это же крайне интересно. Так, кто заполняет? Здесь на самом деле изменений очень мало. Действительно у нас практически полная выборка среди всех партнеров и по статусам, и по возрастам. Ну, безусловно, хорошо растет сегмент. По возрастам компании, в смысле? А верни мне, пожалуйста, нормальный вид, Вань. Что-то ты там нажал. Естественным образом растет в выборке большие, ну, то есть долгие... Да что ж такое? Все-все-все, не трогай ничего. Те партнеры, которые с нами давно. Это естественный рост в этом месте. Давайте посмотрим по регионам, по округам. Ну, понятно, большая часть это центральный округ, и, видимо, Москва, и большие города Санкт-Петербурга у нас в другом округе. Ну, и, конечно же, преимущественно Россия. Хотя, привет передаю тем коллегам, которые заполняют из других стран. Спасибо вам большое. Мы вас внимательно и отдельно изучаем. Это, пожалуй, очень важно для нас. Так, ну, давайте про размеры компаний поговорим. На самом деле, сразу скажу, изменений немного. Я постараюсь сделать акценты на тех, которые, на мой взгляд, самые важные и самые интересные. Как мы видим, у нас есть вот в этом маленьком сегменте сезонная флуктуация. Видите, это прошлое лето, это зима, это лето. У нас на 5% скачет вот этот сегмент. На самом деле, во всех остальных сегментах изменений практически никаких нет. И, в общем, это говорит о том, что, наверное, немножко замерли сейчас. И вроде и не увольняем. Нет, это очень хороший сигнал. Вы не уменьшаетесь, не увеличиваетесь. Живете. Вот что вы нам сказали в целом про свой штат зимой. То есть ровно полгода назад. Четверть партнеров сообщили о том, что их штат уменьшился за последнюю половину 2014 года. Ну, в общем, было такое время неспокойное. Видимо, начали нервничать и увольнять людей. С другой стороны, это правильно. Наверняка увольняли неэффективных. Ну, а сейчас картинка сильно лучше. То есть у большей части подавляющей не изменился штат. Ну, и, в общем, у тех, у кого уменьшился или увеличился, доля сильно сократилась. Давайте посмотрим на внештатных сотрудников. Здесь изменений нет. По-прежнему порядка 20% никак не привлекают фрилансеров. Ну, или просто внештатных сотрудников. И, собственно говоря, те, кто самые маленькие, те, кто принимают, привлекают от одного до трех, это, в общем-то, большая часть подавляющая. Есть, кстати, уникальные, которые больше 30 человек уничтатников. По росту продаж. О чем нам вы говорите, как вы подросли. И, в общем, не могу не порадоваться, потому что большая часть партнеров продолжает расти на 30, 10, 30%. Те, кто падает, в общем, не растут. Как были эти показатели, так и остались. И по прибыльности, что вы нам говорите. Чем, соответственно, левее, тем более прибыльная компания. Вы о своей рентабельности нам также сообщаете. И здесь мы видим, что немножко растет сегмент рентабельности 30%. Но про остальных пока не очень понятно. Все нормально с рентабельностью. Да все прекрасно с рентабельностью. Прогнозы ваши. Один из самых интересных вопросов, который мы просматриваем всегда детально, это, собственно говоря, то, что вы говорите про ваши ожидания от рынка. Там очень много интересных, в том числе очень курьезных вопросов. Но я не решился их озвучивать. Не хочется, так сказать, подставлять людей. Но знайте, что это очень важная для нас метрика. Мы за ней обязательно следим. Ну и, собственно говоря, о чем вы говорите? Что продажи не вырастут. Это 17%, но большая часть продажи вырастут значительно. Или продажи вырастут незначительно. Это подавляющее большинство. Специально отметил зелененьким. Спасибо за позитив. Я надеюсь, что вы не только прогнозируете, но и добьетесь этих результатов. Так, это как вы работаете на субподряде. То есть не когда вы привлекаете, а когда вас привлекают. Ну, в общем-то, это у нас золотые партнеры, сертифицированные бизнесы. Мы видим, что золотые на самом деле ближе вот здесь. То есть они работают на субподряд сильно меньше, чем, собственно говоря, бизнес-партнеры. Ну, наверное, это очевидно. Но, опять же, у нас остается большая доля. Это порядка 20%. Вот сереньким обозначены. Это те, кто хотят работать по субподряду. Здесь вы собрались для того, чтобы с друг другом знакомиться в том числе. Вот эти 20% знакомьтесь с остальными и предлагайте себя. По стоимости часа. Самая интересная для вас, наверное, метрика. Я даже, наверное, отойду, чтобы не загораживать вам экран. Отмечу, что вот этот сегмент от 300 до 600 рублей постепенно падает. Падает довольно-таки методично. Тут всего три анкеты, но на самом деле он падает методично. Вот этот сегмент стабилен до 1000 рублей, но хорошо растут вот эти два сегмента. И я обращаю ваше внимание на это. От 1000 и от 1500 до 2000 рублей сейчас действительно вы цены поднимаете. Вот результат. Слушай, это то же самое. Мы просили поднять руку. Это вот ваше поднятие цены. Да, это ваше поднятие цены. Вы подняли цены в среднем на час. Хотя, и с этим я сейчас поспорю. Это по округам. Как распределяется стоимость нормы часа по округам. Ну, понятно, что Москва, Санкт-Петербург показывают наиболее красные показатели. Это самые дорогие цены. Но, однако, вы видите, что появляются все чаще. Прошлые графики были немножко скромнее в регионах. И там высокой ценовой планки за час было сильно меньше. Сейчас она растет. Ну, в общем, что не может не радовать. Количество проектов не изменяется. Сейчас практически все сегменты как выпускали проекты, так и выпускают примерно в тех же объемах. То есть самые большие у нас вот эти до 5 и до 10 проектов. Ну, собственно говоря, остальные, в общем, без изменений. Доли типов проектов. Кто что делает. Это, опять же, средняя температура по больнице. И здесь мы не видим практически никаких изменений. То есть картинка осталась прежней. Я просто хочу обратить ваше внимание. Обычные сайты. Примерно половина. Чуть меньше половины. Это интернет-магазины разной сложности. И, наверное, я бы обратил ваше мнение вот сюда. Вот этот сегмент 6% внедрения коробки облака, который растет. И там пока мало конкуренции. Я не знаю, что вы сидите. Надо вот туда сейчас идти. Намек такой. Быстро растущий сегмент Bittrex24. Он растет в продажах. Почему-то вы его не используете. Стоимость проектов. Вот этот вопрос, который меня всегда очень волновал. Сколько же стоят проекты, которые вы делаете? И вот такая картина в сравнении с зимой. Зимой я тоже вас об этом спрашивал. И стоимости проектов почему-то снижаются. Вы подросли в норму часах, но при этом снижаете стоимость проектов. Причем в некоторых местах существенно. Полагаю, из-за готовых решений может быть. Может быть из-за того, что оптимизировались у себя. А может быть вас клиенты немножко прижали. Вот хотелось бы на этот вопрос получить ответ. Давайте вместе подумаем, подходите ко мне, пообщаемся. Ну и по зарплатам. Зарплаты вот в этом сегменте от 26 до 40 растут. Это менеджеры. И все остальные у нас в общем-то стабильны. Но понятно, что немножко зарплаты мы повышаем. И менеджеры по округам. Не буду комментировать. Времени немного, поэтому сохраняйте. Вы все это увидите. А вот зарплата по разработчикам. Три уровня разработчика. Старший, средний, младший. И собственно говоря, понятно, сегменты заработных плат. Младшие зарабатывают до 25 и до 40. Ну в общем-то максимум. Лишь 20% зарабатывают до 40 тысяч. Ну и старшие разработчики. Понятно, как выглядит. Это уже другой сегмент. То же самое по округам. Эти графики вы все получите. Поэтому я сейчас детально не буду комментировать. Это собственно говоря по округам. Младший разработчик. Понятно, что большая часть в Москве чуть побольше платит младшим. Это уже средний. И соответственно мы видим смещение картинки. И старшего класса разработчик уже получает существенно большие деньги. Вот собственно говоря, наверное, все. Кратко по аналитике. И напоминаю. В прошлый раз, когда после моего доклада мне, пожалуй, с десяток партнеров задавали дополнительные вопросы и получили от меня ответы по этой аналитике. Поэтому я вас призываю. Задавайте вопросы, если что-то по вашему региону, по вашему сегменту, что-то вас отдельно заинтересовало. Ради бога пишите. А где слайд? Мы с тобой обсуждали. Там был очень интересный слайд, в котором было видно, что в регионах растят зарплату. Это он же был. Там был слайд, над которым мы с Сергеем много дискутировали. Вообще ситуация выглядит так, что все более-менее стабильно. Все слухи или все ваши опасения привели к тому, что вы либо сконцентрировались, собрались. В общем, все достаточно стабильно. Потихонечку растет ставка час. Но там есть один момент, на котором мы не до конца поняли, что происходит. В регионах зарплаты увеличивают, а в Москве железно прибито. Вот как будто бы в Москве и так высоко нормально, а в регионах давят и все говорят, ну надо индексировать. И вот я даже не знаю. Вы знаете ответ на этот вопрос? Ответ, Сереж, это, наверное, последний. Ну, как бы знаю такой ответ. Москва переманивает наших разработчиков на удаленку. Поэтому нам приходится повышать им зарплату. Начинается. Рынок удаленной работы растет. Да, удаленная работа растет. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо, коллеги. Жду ваших вопросов. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok